Зарплатный вопрос. Клайна россиян получает зарплату менее 34,5 тысяч рублей, сообщил Росстат. Средняя зарплата по стране почти 48 тысяч. Но насколько говорящим, можно ли сократить неравенство по данным Госстата? Средняя зарплата составляет порядка 47,5 тысяч рублей, так называемая медианная, то есть уровень, выше которого зарабатывают 50% работников и ниже которого 50% порядка 34,5 тысяч рублей. Много это или мало? В целом, если сравнивать с многими другими странами, ситуация не такая уж и плохая. И россияне живут богаче, чем, например, белорусы или болгары. Но есть подводные камни статистики. Об этом Андрей Жвирблис. Коэффициент разрыва между средней и медианной зарплатой в России по сравнению с другими странами вполне терпимый. Даже в несправедливой Москве медиана составляет 68% от средней – 66 и 96 тысяч рублей соответственно. А в более бедных регионах этот показатель и вовсе 80%. Однако куда более тревожным выглядит увеличивающееся соотношение заработной платы 10% наиболее оплачиваемых и 10% наименее оплачиваемых работников. Оно составляет 1,13. По сравнению с Европой, где этот коэффициент составляет около 7, это очень много. Причем, подчеркнем, речь идет не о рантье, а именно о работающих людях и их зарплатах. Принято считать, что когда этот коэффициент приближается к 15, возникает угроза социальной нестабильности. Рецепт для того, чтобы сгладить разницу всего один, утверждает директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. Для сырьевых стран, а Россия все-таки преимущественно сырьевая страна, в 13 раз это нормальная ситуация. Неравенство у нас не такое высокое. Это не нигерийское неравенство и даже не азербайджанское. Хотя, конечно, более чем в 13 раз это существенная разница. Как преодолевать неравенство? Эту задачу уже давно решили многие страны. Нужно запускать экономику. Будет работать экономика, будет повышаться заработная плата, будет повышаться доходы. И низкодоходная часть населения будет прибавлять значительно выше, чем верхняя часть. И все же стоит заметить, что именно в Москве, где с экономикой по сравнению с другими регионами все явно хорошо, разрыв между бедными и богатыми куда больше, чем в среднем по стране. По данным Росстата, он приближается к 16,5. Средняя зарплата нижних 10% в столице 20 615 рублей, а в верхних почти 338 тысяч. Кроме того, именно Москва оказалась на третьем месте в мире по числу долларовых миллиардеров, согласно данным британской компании Sovels. Ее обогнали только Нью-Йорк и Гонконг. Сегодня в российской столице живет 71 человек с состоянием миллиард долларов и выше. В Нью-Йорке их 85, а в Гонконге 79. Ситуация, на первый взгляд, выглядит довольно странно, так как количество денег за последнее время в России не увеличилось, говорит директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. Конечно же, большие вопросы вызывает, почему Москва заняла третье место, при том, что у нас доходы населения падают шестой год подряд, за исключением технического перерыва в 2018 году. Это объясняется тем, что в период кризиса количество денег в стране сильно не уменьшается, но уменьшается число бенефициаров социально-экономической системы, то есть, говоря популистским языком, богатые богатеют, а средний класс и бедные люди беднеют. По мнению некоторых экономистов, перераспределять доходы на уровне государства с целью сгладить неравенство во многом мешает плоская ставка налогообложения. Но тут споры продолжаются. Некоторые страны, которые ее вводили, такие как Словакия, Чехия и Исландия, впоследствии от нее отказались. Андрей Жвирблес, Бизнес.ФМ. В Болгарии средняя зарплата в переводе на рубли около 30 тысяч, а медианная ненамного ниже. В соседней с Россией Белоруссии, согласно данным государства Новостатагентства Белстат, общие показатели и разрыв между средними и медианными значениями зарплат схожие в российских рублях от 33 тысяча двести и 25 тысяч соответственно. Кто получает зарплату от миллиона в месяц? По данным Росстата, таких в стране около 11 тысяч человек. И на первых местах актеры и спортсмены. О каких доходах не пишет ведомство и сколько получают топы российского бизнеса? Михаил Сафонов с подробностями. Статистика хоть и не обманывает, но, как обычно, лукавит. С одной стороны, миллион рублей в месяц – это очень большая зарплата. Это уровень вице-президента довольно крупной компании. Но почему же Росстат сделал вывод, что самые высокие зарплаты оказались у спортсменов и актеров? Потому что речь идет именно о зарплатах, то есть о фиксированном вознаграждении, которое работник получает каждый месяц. И есть другая сторона – премии и бонусы, которые получают российские топ-менеджеры. Допустим, руководители достигли ключевых показателей эффективности и даже перевыполнили план. Им полагается награда, которая может в несколько раз превышать месячную зарплату. А еще они обычно и акционеры собственных компаний. Дивиденды с их миноритарных пакетов тоже могут заставлять существенную часть доходов. Есть и другие статьи. Если все это учитывать, то 11 тысяч россиян, получающих миллион в месяц – скромная цифра, говорит член Совета общероссийского объединения профсоюзов «Конфедерация труда России» Павел Кудюкин. Могут быть выплаты по дивидендам, и тогда они в этой цифре не учтены какие-то выплаты по серым или черным схемам. А, наконец, могут быть достаточно щедрые социальные пакеты, которые опять-таки в составе зарплаты не учитываются. Количество людей, у которых доход свыше одного миллиона в месяц, должно быть больше, ну, по крайней мере, в несколько раз. Момент истины обычно наступает в феврале, когда крупные госкорпорации сообщают о вознаграждении членам правления и совету директоров. Кстати, участие в работе советов – это еще одна статья дохода. Посмотрим, о чем рассказали компании в этом году. В 2018-м в правление «Газпрома» входили 16 человек. Они получили зарплату в миллиард рублей, то есть в среднем по 5 миллионов в месяц на одного руководителя. Но им еще выплатили премии на полтора миллиарда. Это еще почти 8 миллионов в месяц на одного топ-менеджера в среднем. Итого около 13 миллионов рублей в месяц. В отчете «Роснефти» за прошлый год нет деления на зарплату и премии. Только общая сумма вознаграждения руководства – 3,8 миллиарда рублей. В правление корпорации входит 11 человек. Итого 28 миллионов в месяц в среднем на топ-менеджера. У Сбербанка, если брать зарплаты топ-менеджеров, это примерно 12 миллионов в месяц. С премиями и другими доплатами – около 50 миллионов рублей в месяц в среднем. Но нужно оговориться. Речь идет о самых ключевых людях в очень крупных российских компаниях. Там много и других менеджеров – среднего и высшего звена. И вот для них миллион в месяц вполне актуально. Что же касается низших сотрудников корпораций, то начальник аналитического управления банка БКФ Максим Асачий вспоминает анекдот. Известный анекдот в банковской сфере распространенный, когда однажды Греф приехал в какое-то провинциальное отделение Сбербанка. Ему не понравилась работа сотрудницы, ну, видимо, операционистки. И он тут же рассказал, ну, зарплату до 20 тысяч рублей. И все операционистки к нему побежали тут же с криками. И мне, и мне счастье. В общем, зарплаты у них были, естественно, существенно ниже этих 20 тысяч. Зарплаты топ-менеджеров – одна из самых народных и самых обсуждаемых тем. В июне на прямой линии ее в очередной раз прокомментировал Владимир Путин. Сказал, что его и самого цепляет, когда он узнает, сколько получают руководители госкомпаний. И он не раз им на это указывал. Но в то же время корпорациями управляют руководители высокого уровня. И если им снизить вознаграждение, то они убегут либо в частные структуры, либо за границу, сказал президент. Кстати, уровень зарплат российского топ-менеджмента вполне сравним с зарубежными коллегами. Да и прибыли у госкорпораций тоже высокие. А вот доходы наших упомянутых Росстатом спортсменов и актеров подчас значительно ниже, чем у иностранцев. И по сравнению с топами нашего бизнеса, их 1-2 миллиона в месяц – копейки. Рост экономики в России немного ускорился. По данным Минэкономразвития в втором квартале плюс 0,8% год к году. В первом было 0,5%. В свою очередь бизнес рассказывает о слабом спросе, дорогих кредитах и падении доходов. Рост ВОП ускорился, сообщили Минэкономразвития. В втором квартале плюс 0,8% год к году. Это на 0,3% больше, чем в первом квартале. Главный вклад внесло промышленное производство. В то же время в правительстве сообщают о слабом спросе. Например, торговля, строительство и транспорт вынесли в рост ВП нулевой вклад. Бизнес в свою очередь рассказывает не только о слабом спросе, но и о дорогих кредитах и падении доходов из-за низкой инфляции. Михаил Сафонов о большой статистике и ситуации в малом и среднем бизнесе. Алексей продает металлоконструкции. Он очень просил нас не называть ни фамилию, ни название компании, ни даже регион. Позже объясним почему. На вопрос о бизнесе отвечает, что такое предоплата, мы уже забыли. Спрос тоже упал. А на вопрос о прибыли приводит такую математику. Чтобы выполнить заказ, приходится идти в крупный государственный банк за кредитом. К примеру, выручка за 4 месяца 3 миллиона рублей. Треть идет банку. Еще треть на налоги и зарплаты. По нашей просьбе Алексей привел подробные расчеты. Процентная ставка реально абсолютно составит примерно 19% на тех условиях, на которых мы работаем с банком. За 4 месяца оборачиваемости денег мы выплачиваем банку примерно 900 тысяч рублей процентов с 3 миллионов. После этого мы выплачиваем НДС, который считается также с 3 миллионов. Добавляем там расходы по офису, добавляем зарплаты сотрудников, налоги там зарплатные и так далее. Это еще там 300-400 набежит запросто. То есть в итоге с 3 миллионов наценки 2 миллиона будут уходить на банк на содержание бизнеса и на налоги. Миллион остается в руках в лучшем случае, говорит собеседник. А еще может что-то сорваться, кто-то не выполнит обязательства, за что-то оштрафует государство и так далее. И таких рассказов много. О чем, кстати, свидетельствует и индекс деловой активности. Его рассчитывают на основе опросов предпринимателей. Показатель недавно упал ниже критической отметки. Еще был опрос в ЦИОМ, и большинство бизнесменов говорили о слабом спросе, как о главном риске. Это подтверждает и гендиректор Екатеринбургского цементного завода Ренат Брылин. Его предприятие поставляет высококачественные строительные смеси для нефтяных компаний. Казалось бы, одна из самых маржинальных отраслей. Но и здесь спрос падает, говорит Ренат Брылин. В ближайшей перспективе 2-3 года точно никакого роста не ожидаем и не планируется. Меньше буровые компании осваивают месторождение, меньше происходит добыча полезных ископаемых. Соответственно, у меня меньше заказов на мою продукцию, которую мы выпускаем. Гораздо ниже по сравнению там даже года 3-4 назад, где-то на процентов 10-15. Местами квартально даже и 20%. Это именно я говорю по выручке. По прогнозу Минэкономики вроде не все так плохо. Во втором квартале рост экономики ускорился. По данным Минэка он составил 0,8% год к году. В первом квартале ВВП вырос на 0,5%. То есть сейчас прибавил 0,3%. Главный вклад внесло промпроизводство, которое в июне выросло больше, чем на 3%. Хорошие показатели у производства нефти и газа. Аналитики предположили, что весомый вклад внесла оборонка. Но по многим потребительским товарам просадка. Тут несколько причин. Реальные доходы населения падают. Одновременно замедляется инфляция. Соответственно, падают доходы и производителей. Если еще раз взглянуть на обзор Минэкономики, вклад в рост ВВП таких секторов, как торговля, строительство, транспорт – нулевой. Возьмем ресторанный рынок. Дорогим заведениям падение спроса не грозит. Фастфуду, в силу его массовости, тоже. А вот середнякам приходится непросто, говорит президент Федерации рестораторов и ательеров Игорь Бухаров. Ресторан один маленький, да, семейный бизнес, малый бизнес, микробизнес. Вот тут вот сложная ситуация. Выживать в этой ситуации достаточно сложно. Плюс, конечно, еще контроль, который серьезный, большой, государственный, который давит. Одна из главных проблем, о которой мы уже говорили вначале – дорогие кредиты. Причем бизнес занимал деньги, рассчитывая на рост инфляции и, соответственно, своей прибыли. Это заложено и в ставках. Но инфляция замедлилась. Спрос упал. А банки условия не меняют. Платить приходится по высоким ставкам. Недаром за первые полгода российские банки показали рекордную прибыль в триллион рублей. Если бизнес нам рассказывает о падении, то у финсектора рост прибыли почти в полтора раза. Повлиять на ситуацию может ЦБ, снизив ставку. Этого, кстати, ждут и власти. Недавно помощник президента Андрей Белоусов говорил, что регулятор пережал политику. Но даже если смягчит старые, дорогие кредиты, бизнесу все равно нужно отдавать. Этот период просто надо пережить. Но сколько времени и, главное, какой ценой. И напоследок вернемся к нашему герою Алексею. Он просил сохранить имя его компании в секрете. Пусть ему дают деньги под 19%. Пусть банк забирает треть выручки. Но он переживает, что в следующий раз ему вообще откажут в кредите. Тогда бизнес остановится. И придется идти в этот же банк устраиваться кверкам. Иронизирует предприниматель. Продолжение следует...